Всем привет! Продолжаем рассматривать и говорить об основах физического моделирования. И сегодня поговорим чуть-чуть о гравитации. Гравитация это один из наиболее распространенных эффектов в играх, которые ей приходится моделировать. Гравитация это сила, которая притягивает любой объект во вселенной к другим объектам. И эта сила как бы невидима. Мы знаем, что есть еще электромагнитное поле. Так вот, от электромагнитного поля можно заинкранироваться, а от гравитации нет. Ну и как бы говорят, что в действительности гравитация является не силой, а следствием искривления пространства при наличии массы. Такое искривление приводит к разнице потенциальных энергий в разных точках пространства. И объект в гравитационном поле скатывается к другому объекту. Ну, типа такого. Но все эти сложности нам не нужны для простого моделирования. И нам, в принципе, можно и не париться об эффектах общей теории относительности. Ведь мы говорим об основах и будем эти основы, наверное, применять при написании простых игр. Вот. Но на самом деле можно и сложную игру написать. Но все это моделирование может быть упрощено. И никто и не заметит, что вы все упростили. Вот. И в основном рассматриваются два случая при моделировании гравитации. Это когда массы двух объектов, вот масса 1 и масса 2, массы этих двух объектов одного порядка. Ну, одного порядка можно, к примеру, отнести там от 0 до 100 кг. Ну, к примеру. То есть это можно сказать одного порядка. И этот объект может быть там 20 кг, а этот там 80. То есть это масса одного порядка. Вот. И второй случай, когда масса одного объекта превышает массу другого на много порядка. То есть в этом случае это может быть масса, опять-таки, к примеру, 100 кг. А здесь может там миллион килограмм. Вот. Или там 100 тысяч килограмм. То есть, ну, как бы, я думаю, понимаете, что намного порядков разница. Вот. И обычно это вот этот объект, он один. И это у нас некий мир может быть. Либо просто мы этого мира можем не видеть. Это 1D, 2D игра. Вот. Или 3D. Мы просто бегаем где-то почему-то. И сверху что-то может падать. Разные объекты разных масс. Что-то может ездить. Вот. И этот объект один, да, это может быть виртуальная земля бы. Вот. У нее какое-то здоровенное значение массы. И все. И все объекты с разными там скоростями могут падать. И у каждого объекта может быть свое поведение. Вот. Так вот. Давайте о математике. Чуть-чуть-чуть-чуть всего лишь. То есть формула. Какая формула у нас для... Которая описывает гравитацию. То есть есть формула. И по которой можно вычислить силу притяжения между двумя объектами. То есть формула она вот такая. Вот это у нас там не Y. Там я уже забыл. Это в школе еще учили. Как они называются. Давайте M1 умножить на M2. И разделить на R в квадрате. Как тут квадрат? Давайте вот так вот напишу. Или давайте проще. R умножить на R. Так. Давайте это тоже в скобочки возьмем. И у нас что у нас получается? У нас получается... Получается вот это некое постоянное. То есть она называется гравитационная постоянная. То есть она равна 6.67 умножить на 10 в минус 11 степени. Ну и ее эти как бы... Как бы как бы буковки... Буковки. Ну единица измерения. Это у нас Ньютон умножить на метр в квадрате разделить на килограмм в квадрате. Вот так. Вот. То есть это... Вот это не Y. А там другая буковка. Но она похожа. Вот. И это у нас гравитационная постоянная. Вот ее значение. 6.67 умножить на 10 в минус 11 степени. Это гравитационная постоянная Земли. Разных планет, либо разных виртуальных миров. Она может быть другая. То есть не обязательно ее делать вот такой. Там... Это какое-то будет вещественное число с многими знаками. Не обязательно. В играх чем проще, тем лучше. В играх это может быть просто какие-то значения. 100, 200, 1 или еще что-нибудь. Вот. Ну к этому мы подойдем. Так вот. К примеру, если можно по этой формуле... Вот. Оценить силу притяжения. То есть R. То есть M1 и M2 это массы двух объектов. R это расстояние между ними. Это не радиус. Это между ними расстояние. Вот. Давайте по этой формуле прикинем притяжение двух людей среднего веса, которые находятся на расстоянии 1 метр друг от друга. Ну это у нас будет вот это вот гравитационное постоянное умножить. Ну в средний вес давайте 70 умножить на 70 килограмм и разделить 1 умножить на 1. Это будет 1. Вот. И получится у нас что-то там 3.27 умножить на 10 в минус седьмой степени. Вот. В минус седьмой. Вот так вот я напишу. Вот. То есть Ньютона. То есть вот такое значение. Это меньше нуля. И там точки нолики-нолики. Вот такое значение этой силы. То есть оно довольно-таки маленькое. Но два человека в принципе можно сказать притягиваются друг к другу. Ну теоретически. Вот. А теперь давайте попробуем рассчитать. С какой силой будет притягиваться человек к земле на расстоянии 1 метра. Вот. То есть масса одного... Масса одного. Масса земли. У нас примерно вот такое число. 5.98 умножить на 10 в 24 степени килограмм. Вот. Это примерная масса земли. Как бы точной массы. Ну сложно на самом деле получить точную. Ну нам точно и не надо. Вот. Теперь давайте воспользуемся нашей формулой. И получим F равно наше постоянное умножить на 70. Это у нас средний вес человека. Так. Дальше. Умножить на массу второго объекта. Масса второго объекта вот она. То есть довольно большая. Так. 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 Это при вставке у нас тут глюки происходят. Вот. Так. Вот. Масса одного человека. Дальше. Масса земли. И это все добро делим на 1 метр в квадрате. Ну 1 метр в квадрате будет равен 1. И мы получим. Что мы получим? 2.79 умножить на 10 в 16 степени ньютонов. Это очень много. И с такой силой раздавит, расплющит любого человека. Но мы здесь сделали ошибку. Мы предположили, что вся масса земли сосредоточена в шаре размером 1 метр. Вот. Как бы, ну, расстояние между ними. Да. Это неправильно. Вот. Если бы всю землю можно было упаковать в один шар радиусом 1 метр, то, конечно же, были бы проблемы. Вот. Но радиус земли составляет примерно, примерно, то есть не 1 метр, а гораздо больше. И это примерно 6 точка. То есть нам надо расстояние до центра объекта, а не до его поверхности. То есть есть объект большой, и мы должны учитывать его центр, да. То есть если человек, к примеру, вот, стоит вот здесь, или вот здесь висит, да, на 1 метр над высотой, то нам надо не до поверхности, а до центра. Вот. И тогда мы получим более-менее разумный какой-то результат. Так, а как изменить эту, эту, эту формулу, елки-палки? Так вот, если мы возьмем этот, вместо этого метра, все-таки расстояние до центра земли, то мы получим 6 точка, там, 38 в десятой, умножить на 10 в шестой степени. Вот так вот, по-моему. Вот. Вот, вот, вот. И это уже добро надо же еще взять в квадрате. Не забываем, там, r квадрат. Вот, в квадрате. Так, давайте эту формулу. Вот так вот, да. Вот она, эта формула, r квадрат. Вот, в результате, в результате мы получим, мы получим, вот мы рассчитываем влияние, то есть силу притяжения, да. На одного человека, который действует силам, вот эта гравитация. Вот. И в результате, вот здесь мы получим где-то что-то такое, 6, 8, 6 ньютонов. То есть это уже более-менее вменяемые цифры и вполне нормальные. Вот. Вот. Но, 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 это так было немного физики, да. То есть гравитационная постоянная есть, но нам, в нашем моделировании, она не нужна. Вот. То есть эту формулу, в принципе, можно использовать, если у нас какая-то космическая игра, игра, да. Ну, вот эту вот гравитационную постоянную и вообще в целом вот эту вот формулу. Вот. Можно использовать. То есть у нас какая-то космическая игра, где могут быть много разных объектов, разные планеты, там, черные дыры. Вот. И пролетая мимо которых, мы можем ощущать на себе их гравитационные поля. Вот. Но, если это не космическая какая-то игра, в которой это все моделируется, а обычная, там, виртуальная какая-то земля, планета, где вообще понятия планеты нету, просто есть объекты, которые бегают, прыгают, стреляют, то эта формула нам, в принципе, не нужна. То есть, где можно обойтись без этой формулы? Ну, в таких играх, к примеру, где падают объекты, здания, просто там, ну, вот игра известная Angry Birds, да, там, какое-то, какое-то моделирование, какое-то моделирование физики все-таки есть. Вот. И там все очень сильно упрощено. Не происходит сложных расчетов. То есть, в таких играх, где у нас какие-то, там, здания, с них падают объекты, где у нас сталкиваются объекты, вот, различных масс одного порядка, вот, и все такое. Вот. И в таких играх ситуация очень сильно упрощается. Так как, с одной стороны, масса падающих, там, например, объектов, намного порядком меньше массы притягивающего объекта. Ну, это, к примеру, Земля. Вот. А проходимые при этом телом расстояния гораздо меньше расстояния до центра притягивающего тела. То есть, по факту, если, там, к физике чуть-чуть вернуться, да, то, вот, у нас некий какой-то здоровенный объект, а мы вот здесь, мы, тот же, к примеру, Angry Birds, да, вот они, давайте вот здесь. Вот они маленькие-маленькие здесь находятся. И здесь вот так вот летают маленькие вот эти птички, которые там моделируют, вот, они падают по траектории, там, и все такое, вот. Анима, здесь расстояние эти очень и очень маленькие, поэтому вот эта вот вся формула, она, в принципе, не нужна. Можно, конечно, извратиться и моделировать полностью, пытаться смоделировать полностью все физические законы, но тогда, мне кажется, эта игра может превратиться в пошаговую, потому что вычислительных мощностей может не хватать. Не то, что на отрисовку, а просто на это все моделирование. Поэтому, поэтому, с достаточно большой точностью, на протяжении всего пути падающего тела силу гравитационного взаимодействия можно считать постоянной. Вот. Ну, для таких вот простых игр. Ну, к примеру, к примеру, давайте, давайте я сейчас тут изменю и продолжу. Ну, вот, например, падающий объект, да, при падении объекта безначальной скорости с какой-то координаты, если это 1D-мир, то у него есть просто координата высоты, да, Y. Ну, вот так вот, да. То есть, он не может двигаться произвольно туда-сюда, то есть, в 1D-режиме. Вот. Так вот, при падении объекта с какой-то, вот мы держим, держим, держим объект и бросаем, и моделируем, да, Y какой-то 0. Так вот, эта формула упрощается. Ну, какая формула упрощается? Все упрощается. Мы знаем, что, если это, к примеру, мы берем землю, то ускорение свободного падения это 9.8 метра на секунду в квадрате. Вот. Ну, это значение мы можем убрать. Мы можем создавать сами свои миры и не обязательно привязываться к этому. Потому что кто-то может посмотреть и сказать, ага, у тебя 9.8, ты моделируешь физические законы Земли, вот, или вообще физику. И тогда уже отвертеться сложно. Но если вы это все отбросите и просто поставите свои значения, а какие можно подставить свои значения? Ну, например, как это может выглядеть в самом простом виде, если мы создадим объект, какой-то struct, object. И если мы в нашей этой игре, у нас будут падать объекты с высоты и небольшое моделирование гравитации. То, что для этого нужно? Ну, к примеру, вот у нас будет координата Y. Дальше. Дальше у нас будет начальная скорость. Вот скорость. И дальше у нас будет гравитация. Как вы видите, здесь я выбрал тип не вещественный, а целый. Вот. И что у нас может быть? Вот у нас может быть какой-то цикл, в котором эти объекты начинают падать. Ну, и до тех пор, пока там, object, все зависит от нашей системы координат, но пока этот Y меньше какой-то там ну, границы нашего экрана, да. Ну, это может быть, давайте V, давайте 800 на 600, к примеру, у нас разрешение экрана. Вот. И до тех пор, пока этот объект, это может быть массив объектов, вот, пока их Y в пределах экрана, то у нас происходит вот такой вот расчет. Y, точнее, object Y плюс равно плюс равно сколько плюс равно скорость. Скорость этого объекта. Вот, вот так вот, скорость. Дальше, на каждой итерации мы увеличиваем object, мы увеличиваем нашу гравитацию. Плюс равно даже не гравитацию, а скорость. Так, сейчас. плюс равно гравитация. Вот. Вот и все моделирование. Ну, в случае с падением объекта. Вот. И на каждой виртуальной секунде, а это у нас будет кадр. В результате, к примеру, вот здесь у нас 30 кадров в секунду будет. То есть, у нас на 30 пикселей, если у нас скорость тут будет измеряться в пикселей, у нас на 30 пикселей в секунду будет увеличиваться скорость. В секунду реальную. Вот. Можно же, конечно же, сделать это float. Вот здесь float. И вот здесь float. и давайте пронициализируем объект. Вот так вот. Обжект O. И сразу дадим ему координату O. Y равно, например, 0. Дальше O. Y скорость равна 10, а гравитация равна 0,2F. То здесь мы можем посчитать, что за 30 кадров у нас на 6 пикселей будет увеличиваться скорость. Вот. И с каждым разом наш объект будет падать быстрее, быстрее, быстрее и быстрее. Вот. Пока не улетит за пределы экрана. Вот. То есть, по факту, вот такое несложное моделирование. И визуально это будет моделирование падающих объектов, свободно падающих, либо не свободно падающих объектов. Вот. Чтобы же сделать пад... Как это там? Моделировать чтобы объект падал по криволейной траектории, для этого нам нужно, конечно же, еще добавить координату X. Вот. Вот наша будет координата X. и при этом при этом у нас тоже не так уж много всего и изменится. Вот, к примеру, X. И при движении этого объекта нам нужно увеличивать X и увеличивать Y. И то есть, вот здесь у нас объект будет перемещаться по криволинейной траектории, так как каждый раз у нас X и Y увеличивается на значение, которое изменяется. Вот. ну, ну, здесь, да, здесь еще нужно проверить, пока не пересекли либо правую границу экрана, либо нижнюю границу экрана, так как обыкновен, по обыкновению, в 2D Y, к примеру, у нас координаты, вот, в левый верхний угол 0,0, а правый нижний угол, это, там, ширина и высота экрана, к примеру, 800 на 600. Вот. Ну, и в описании к этому видео вы найдете примерчик, то есть, ссылку на видео, вот, в котором будет уже пример показан моделирование этой траектории, да, уже с использованием там OpenJM, поэтому обязательно клацаем описание видео и клацаем на это видео с примером и смотрим, если вам, конечно же, интересно. Поэтому на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, всем пока.